Российская армия нанесла ракетную удар по городу Краматорск в районе 20.00, в результате чего пострадал один из инфраструктурных объектов. Ракетами Х-22, выпущенными с территории Ростовской области, была уничтожена фильтровальная станция в городе Краматорск Донецкой области. Пострадало 8 человек, всем им была оказана медицинская помощь. До нас вернулись 7 людей. Они отримали, на счастье, легкие пошкоджения, ушибы, порезы с клом и акубара травма. На зараз усі вони отримують амбулаторну допомогу. На месте удара со вчерашнего дня продолжаются спасательные работы. Сейчас там пытаются найти под завалами одного человека. После этого циничного удара по объекту гражданской инфраструктуры, россияне сразу же начали распространять дезинформацию о якобы утечке хлора. А также якобы о поражении резервуара с криогенной жидкостью. Там якобы, якобы говорят, что россияне говорят проклятые, что там был склад боеприпасов, этих самых, оружия. И они туда попали в цель. Сволочи просто. Я не знаю, как им не стыдно вообще. Я говорю, и люди ж там же работали люди, но там смена была. Россияне в своем сообщении также говорили и об обеспечении безопасности мирного населения и недопущении техногенной или химической катастрофы. Вот только зачем было бить по гражданскому объекту? И как это соотносится с безопасностью мирного населения? Вдобавок, теперь у людей с кранов течет лишь техническая вода. А эту ночь им пришлось пережить без окон и дверей, которые выбило взрывной волной. Окна выходят все на фильтровальную станцию. В зале повреждена балконная дверь. Выбита входная дверь в квартиру. В спальне вылетела одна половина окна. А на кухне полностью побиты стекла и выбиты рамы. В 12 многоэтажных домах выбило окна и двери. Такие же разрушения получили кафе, аптеки и даже автостоянка. Стекла собираем, пытаемся найти USB-панели, чтобы нам забили это все. И чтобы отремонтировали потолок, чтобы мы могли нормально работать. Коммунальные службы помогают ликвидировать последствия очередной атаки не только во временном областном центре Донецкой области, но и в соседней Дружковке. Там ракета оккупантов ударила по промзоне, обошлось без жертв. Чего не скажешь о Доброполии Покровского района, где в результате попадания шахедов ранения получили две женщины.